С 1 ноября 2023 года минимальный размер оплаты труда в Петербурге составит 25 тысяч рублей. Это один из самых высоких показателей в стране. Соответствующее соглашение с профсоюзами и работодателями было подписано на прошлой неделе. Губернатор Александр Беглов в своем традиционном обращении еще раз подчеркнул важность совместной работы, направленной на поддержку горожан и повышение их реальных доходов. Президент неоднократно отмечал, что социальная стабильность зависит от слаженной работы всех уровней власти, бизнеса и общественных организаций. В нашем городе гарантией такой социальной стабильности стали трехсторонние соглашения. Петербург первой стране ввел их в практику в 1992 году. Отмечу, что на текущий момент в Петербурге один из самых низких уровней безработицы в России. За последний год он снизился на четверть и сейчас составляет 1,4%. Также в городе зафиксирована самая высокая численность плательщиков НДФЛ за всю историю. Это более 4 миллионов человек. А теперь ненадолго вернемся к событиям 9-го Санкт-Петербургского международного культурного форума, в рамках которого Русский музей заключил договор о долгосрочном сотрудничестве с российской инвестиционной компанией «Система». Подробнее Анастасия Лакман. Акционерная финансовая корпорация «Система» и «Русский музей» сотрудничают по меньшей мере 20 лет. За это время менялся не только сам музей и его филиалы, но и культурная жизнь города. Совместно организовано уже 11 международных фестивалей «Императорские сады России», 40 выставок и 30 издательских проектов. Так что подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве на полях культурного форума не столько формальность, сколько предвестник новых интересных проектов. Мы концентрируем усилия на проектах в цифровой сфере, ибо виртуальный Русский музей 20 лет назад начинался с помощью АФК «Система», а сегодня он насчитывает 170 своих музеев виртуальных в России и мире, а также на инклюзивных и образовательных проектах. При поддержке оператора социальных инициатив системы, одноименного благотворительного фонда и цифровой экосистемы МТС в музее появились мультимедийные экскурсии на русском жестовом языке, а в Строгановском дворце – таксильная галерея. Мы действительно гордимся, что мы уже 20 лет работаем с Русским музеем, что мы можем помогать Русскому музею, нас слышат, предлагаемые наши идеи реализуются. Мы надеемся, что сотрудничество продолжится, и те продукты, которые будут появляться, будут нравиться посетителям музея. Компания систематически вносит вклад в культурную жизнь города и страны. Так, при непосредственном участии благотворительного фонда «Система» была создана серия из 30 книг о людях, повлиявших на историю нашей страны в период с 1917 по 2017 год. Сертификат на 50 таких 30-томников представители компании лично передали министру культуры России Ольге Любимовой. Важно, действительно, что в времена, когда, вроде казалось бы, все переходит в онлайн, и так здорово пользоваться справками, которые находятся внутри твоего смартфона, тем не менее, невероятной красоты и качества исследовательские материалы, которые отправляются в библиотеку. Среди героев книжной серии страницы советской и российской истории – политики, военачальники, общественные и религиозные деятели, выдающиеся представители культуры, искусства и науки. Если смотреть образовательные программы, не только по историческим направлениям подготовки, история стала обязательной компонентой для всех студентов, получающих образование. И литература подобного качества, безусловно, поможет нам проложить вот эту важную дорогу к познанию нашей с вами отечественной истории. В этом основная задача этих книг. Издание решено отправить в библиотеки лучших творческих вузов страны, но ознакомиться с ними могут все желающие. Книги представлены в бесплатном доступе на сервисе «Строки цифровой экосистемы МТС». Анастасия Лакман, Александр Тлагишиев, Сергей Фролов, Вадим Вагапов, Телеканал Санкт-Петербург. Бизнес уже заплатил 40 миллиардов рублей налога на сверхприбыль. Об этом сегодня сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Напомню, что в августе был принят закон, по которому компания, чья средняя прибыль в 2021-2022 годах оказалась свыше 1 миллиарда рублей, должны заплатить разовый налог. Его ставка составляет 10%, а сумма превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем 2018-2019 годов. Налог на сверхприбыль должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, но у компании есть возможность сэкономить. Если это сделать до 30 ноября текущего года, его размер уменьшится в два раза. Планируется, что общая сумма налоговых поступлений составит 300 миллиардов рублей. Товарооборот между Петербургом и Белоруссией вырос на 17%. Это данные за первое полугодие 2023-го. При этом объем поставок из республики в наш город увеличился на 40%. И не последнюю роль в этом сыграли изделия модного сегмента. Милена Иконникова расскажет о ярмарке белорусской обуви. Осенняя обувь от 4,5 тысяч рублей. Зимняя от 4,9 тысяч. При этом все выполнено из натуральных материалов – кожа и мех овчины. Представлено сотни вариантов – сапог, ботинок и полусапожек. Размерный ряд женского ассортимента – от 36 до 44, мужского – от 40 до 49. Имеет раскрываемость до самого мыса, что позволяет легко одевать на наши ножки. Модель имеет влагостойкую пропитку, съемные стелечки. Они разгружают наши суставы. Мех натуральный, теплый. Подошва идет влагоотталкивающая. Имеет защиту антилед. За счет чего мы не скользим. А еще каждая пара с анатомической колодкой. И множество предложений для людей с особенностями стопы. Выпирающими косточками, плоскостопием и другими. Например, если у вас высокий подъем, помогут такие резинки. Они растянутся при надевании и фактически обувь сядет на любую ногу. А если у вас полные икры, на ярмарке есть модели с широким голенищем. Эти ярмарки проходят в Петербурге регулярно и давно полюбились жителям и гостям города. Даже в будний день здесь ажиотаж. Все хотят именно белорусскую обувь. Она мягкая, натуральный кож, натурального меха, как правило. Поэтому она удобна. Я уже и летнюю обувь покупала здесь, и на осень туфли. И вот сейчас пришла за зимние сапогами. Сейчас распродажи идут сразу по трем адресам. С 27 ноября по 2 декабря в ДК имени Газа на проспекте Стачек, 72. И в ДК имени Крупской на проспекте Обуховской обороны, 105. А с 20 по 25 ноября в городе Колпино, в ТЦ Колпинский, на улице Веры Слуцкой, 46, дробь 2. Приобрести себе обувь можно с 10 утра до 19 вечера. Милена Иконикова, Юрий Соколовский, Даниил Фидельман, Вадим Вагапов, телеканал Санкт-Петербург. И в заключении выпуска официальные курсы валют на завтра. Китайский юань 12,32 рубля, доллар 88,50 рубля, евро 96,66 рубля, белорусский рубль 28,61 рубля.